Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня с вами будем готовить еще один вариант рождественского кекса. Очень вкусный, на детском фруктовом пюре. Посмотрите, какой он нежненький получается. И также имеет прекрасный КБЖУ. Смотрите, какой красивый разрез. И давайте начнем готовить. Начинаем, как всегда, с сухофруктов. Заливаем их кипятком и даем постоять. Я здесь взяла курагу, чернослив и изюм в равных пропорциях. Пока сухофрукты набухают, режем 50 грамм банана. Либо режем, либо измельчаем блендером. Тут не особо важно. У меня просто был банан достаточно мягкий. Я решила его размять вилочкой. Если у вас банан такой зеленый и очень плотный, лучше его, конечно, измельчить блендером. Добавляем сюда одно яйцо. Я использую яйца категории С1. Также сюда идет одна баночка детского фруктового пюре. У меня было пюре яблочное с бананом, для того, чтобы оно было послаще. И все перемешиваем. Благодаря использованию банана и вот этого пюре, мы можем не добавлять ни сахар, ни сахар. Кекс и так будет очень вкусный. И еще, конечно, наличие сухофруктов тоже добавляет сладости. Добавляем к тесту кефир. Все снова перемешиваем до однородности. И все, тесто почти готово. Нарезаем начинку. Обсушиваем сухофрукты полотенцем. И нарезаем их в размер изюма примерно. Еще сюда идут орехи. У меня было 60 грамм орешков, по 20 грамм фундука, миндаля и грецкого ореха. Не измельчайте орехи слишком мелко, потому что тогда будет невкусно и их будет не видно в разрезе. Теперь добавляем в тесто сухие ингредиенты. У меня это пшеничная цельнозерновая мука. Перемешиваю ее с разрыхлителем и обязательно просеиваю для того, чтобы кекс был нежным. Все аккуратненько перемешиваю. Для этого кекса не понадобится даже миксер. Перемешали до однородности и теперь можно добавлять начинку. С начинкой все тоже снова перемешиваем. И все, кекс можно выпекать. Прогреваем духовку до 180 и перекладываем тесто в форму. Форма у меня небольшая, 14 на 10 сантиметров, примерно 4 сантиметра высотой. Прокладываю ее пергаментом для того, чтобы не смазывать маслом. Выкладываем все тесто и аккуратненько сверху разравниваем. Выпекаем примерно 50 минут при 180 градусах. И получаем вот такую красоту. Очень нежный, очень вкусный. С прекрасными КБЖУ. Можно и взрослым, и детям. Поэтому обязательно попробуйте данный рецепт. Готовится безумно быстро и удовольствие получите большое. Спасибо за внимание. До свидания.